Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снимаю видео о Польше и поляках, да, продолжаю тему Польши. И это видео я называю, ах, эти странные поляки. Почему такое название, да? Мне кажется, что было бы интересно рассказать вам о странностях, да, поляков, о странностях Польши, на наш взгляд, на взгляд жителей другой страны, которые приезжают в гости, которые приезжают по работе, которые приезжают на ПМЖ и так далее, что для нас кажется странным в жителях Польши и, собственно, в самой Польше. Так что, кому интересна такая тема, давайте с вами порассуждаем об этом вместе. Итак, первая странность поляков, на мой взгляд, в том, что они постоянно на что-то жалуются. А, знаете, это вообще какой-то, ну, сумасшедший дом в этом плане, потому что вроде достаточно благополучная страна, на мой взгляд, у вас, может быть, по этому поводу совсем другой взгляд, на мой взгляд, достаточно благополучная страна. И, в принципе, развивающая страна, да, страна, которая не стоит на месте. Страна, в которой, я, кстати, смела очки, да, буду снимать и одевать, потому что у нас, как всегда, солнечно. Страна, в которой виден прогресс, и это круто. Но, знаете, жители Польши, это отдельная абсолютно история, потому что им всегда всё плохо. Поляки всегда всем недовольны. Этим они, скорее всего, похожи на нас. И, скорее всего, точно они похожи на нас, потому что мы тоже всегда всем недовольны, но поляки всегда недовольны всем. Температурой воздуха, тем, что сосед сегодня всю ночь не давал спать, или, наоборот, я сегодня слишком крепко спал, это тоже плохо. Политика плохая, про политику, кстати, отдельно. Экономика ужасная. В общем, плохо всё. Я не знаю, что хорошо в жизни поляков, но, как на мой субъективный взгляд, то, что слышала я, всё плохо. И, да, поляки очень разговорчивая нация, и если вы присядете, например, на лавочку с кем-то поговорить, то вы обязательно услышите о том, что сегодня было всё, было сегодня всё плохо. Не услышите никакого позитива, что сегодня там было что-то хорошо, что сегодня там, вот у меня день сегодня сложился. Нет, у всех день не сложился, у всех всё было плохо. В общем, короче говоря, есть такое украинское слово «скрихоты». Так вот, поляки очень часто скрихли. Ну, это скорее, как по мне, это прикольно, потому что со временем ты к этому привыкаешь и уже воспринимаешь это как должное, да? Ну, вообще, это прикольно, послушать, там садишься, и какая-нибудь бабушка тебе начинает рассказывать, что «а вот, там сегодня всё плохо». В общем, и не только бабушка, кстати говоря, если вы подумаете, что это дело касается бабушек, потому что это и у нас такая же история, нет, ребята, это касается и молодого поколения, и среднего, потому что все поляки любят пожаловаться на жизнь. Так что да, вот такая есть особенность. Следующее, что я для себя выделила, это то, что политика — это смысл жизни любого поляка. Почему так? Поляки очень погружены в свою политику, они следят за политикой, они всегда смотрят новости, они всегда в курсе всех последних событий. И, наверное, это связано с тем, что они очень долго шли к такому развитию, какое есть сейчас. Они очень долго стремились создать хорошую, комфортную для жизни страну, и поэтому если что-то происходит у них не так, как им хочется, не по их сценарию, они сразу начинают возмущаться, да, и всё такое прочее, поэтому они в этом плане молодцы, да, я так считаю. Вот, поэтому они всегда следят за политической жизнью в своей стране, это очень круто. Все от стара до млада, да, они все в курсе, что происходит у них в стране. Это круто, я так считаю. Следующий пункт. В Польше есть сладкий суп и суп из крови. Это, конечно, просто я не рискнула это попробовать, но для меня это стало такой интересной особенностью. В Польше супом считается суп, сваренный из фруктов. Я не попробовала, но если вы будете в Польше, обязательно попробуйте, потому что, ну, я не рискнула, суп из крови тоже я как-то не рискнула, но я вам скажу, что я бы, наверное, сейчас бы с удовольствием попробовала. Наверное, когда я буду в Польше, я все-таки рискну и попробую такой суп. Для меня это особенность, я не слышала про супы из крови, тем более про сладкие супы, поэтому да, это тоже прикольная особенность. И, кстати, еще, вдобавок к этому, скажу я вам, что очень интересным является тот момент, что в Польше в автоматах можно купить борщ. Это вообще, конечно, просто супер. Есть такие автоматы, я видела их на железнодорожных станциях, они такие достаточно большие, не узенькие, да, а широкие автоматы. И там можно купить борщ, это кнор в таких баночках, да, но это очень прикольно, как по мне, что можно даже скушать первое в автомате. Так что да, вот такая тоже есть особенность. Еще одна прикольная особенность Польши – это мокрый понедельник. Кто не знает, что такое мокрый понедельник? Это понедельник после Пасхи. Так вот, что и почему он мокрый. В этот день принято обливать всех на улице водой. Раньше обливали незамужних девушек водой, и та девушка, которая промокала до нитки, выходила, как считалось, должна выйти в скором времени замуж. Ну, сейчас эта традиция немножко там переделана, усовершенствована, модернизирована, я бы сказала. И мокрый понедельник – это, собственно, тот понедельник, ой, у меня тут птичка поет. Это тот понедельник, который принято обливает всех проходящих водой. Поэтому, если вдруг вы попали в Польшу после Пасхи, и вас облили водой, это не значит, что поляки злые, это значит, что вы попали вот в такой интересный праздник – мокрый понедельник. Так что да, тоже есть такая прикольная особенность Польши. Следующая особенная. Я вначале думала оставить ее для видео, в котором я буду рассказывать, что мне не нравится в Польше, но я подумала, что это скорее не то, что мне не нравится, а что есть такая просто особенность в Польше, что междугородний транспорт, в отличие от транспорта городского, может быть непунктуален. Да, у поляков даже есть такая шутка, что снова погодные условия помещали нашему транспорту быть пунктуальным. Бывает такое, что поезда задерживаются, они намного, но задерживаются. То есть в отличие от того, что по городскому транспорту Польши просто можно сверять часы, то по, к сожалению, междугороднему транспорту бывают задержки. Так что да, есть такая особенность, знаете об этом. И он бывает, приходит раньше, бывает позже. Я, кстати, никто об этом не рассказывал, когда мы приехали в Польшу. Я немножко отвлекусь. Когда мы приехали в Польшу, мы вначале приехали в город Краков. И из Кракова мы поездом, причем мы, это вообще отдельная история, мы вообще попали в какой-то полный кошмар, когда мы брали билеты. Мы взяли билеты на самый дорогой поезд в Польше. Так случилось. И мы ехали из Кракова в Данск. У нас поменялись немножко планы. И, в общем, мы ехали на поезде, да, вот кто знает, такой с длинным носом, красивый поезд. Оказалось, что самый дорогой поезд в Польше, как потом выяснилось. Ну, это потом выяснилось, в общем, это неважно. Вот, и очень сложно сориентироваться на вокзале, там, табло, да, на какую платформу прибывает. То есть для меня оно очень резко отличается от нашего табло. Мы стояли долго изучали, и уже мы понимали, что поезд вот-вот подойдет, а так как мы понимали, что мы находимся в Польше, что надо очень-очень быстро там бежать, 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 потому что поезд сейчас подойдет и записать у нас не будет, а у нас билеты, которые в общей сложности нам обошлись, по-моему, в 300 злотах, если я не ошибаюсь, короче, в бешеные деньги. И мы, значит, пока мы разобрались, пока мы там выяснили это все, мы бежим на поезд, залетаем на платформу, и уже время-то наше, вот оно уже тикает, потому что у него стоянка там, по-моему, 3 или 4 минуты, мы забегаем, а поезда нет. Мы как-то в таком шоке, потому что пунктуальный польский транспорт, и еще по-польски мы не говорили, у нас там был наш знакомый, который нам объяснил, что, ребят, все, что касается пунктуальности, это только внутригородской транспорт, то, что касается междугороднего транспорта, можете не переживать, иногда он приходит вовремя, чаще всего, ну, бывают задержки, да, так что не переживайте, ваш поезд обязательно придет. Вот, это вот такая маленькая, коротенькая история. Еще одна особенность Польши, это то, что в польских кинотеатрах вы редко можете посмотреть фильмы на польском языке, если это фильмы не производства Польши, то есть иностранные фильмы идут на языке оригинала, и внизу у вас идет перевод, субтитры, да, это, к сожалению, так, исключения составляют мультики, и детские фильмы, они дублируются, да, а так, если фильм производства американского, будете смотреть фильм на английском языке, там, итальянского на итальянском и так далее и тому подобное. И последняя, но очень важная для меня особенность, и это очень серьезная особенность, это религия. Религия в жизни любого поляка занимает большое место, одно, наверное, из главных в жизни, и вы постоянно, каждое воскресенье можете увидеть, что поляки, что поляки идут в церковь. Для нас, как для жителей Восточной Украины, Центральной Украины, это странно, для жителей Западной Украины, я думаю, что это не будет какой-то странностью и какой-то особенностью, потому что у них так тоже принято, они тоже в воскресенье ходят в церковь, для нас это было, может быть, диковато, может быть, как-то это было интересно, даже я бы сказала, что это было очень интересно посмотреть. И да, запомните, это будет тоже в минусах жизни Польши, в минусах Польши, то, что в воскресенье теперь по новому закону магазины не работают вообще. И более того, магазины, супермаркеты, всё, что угодно, в любой праздник тоже не работают. То есть это, знаете, город просто вымирает. Если какой-то очень серьёзный праздник, тем более если это Пасха, в Польше не работает ничего, просто ничего. Если вы не запаслись продуктами, сори, это ваша проблема. Да, так что вот такие особенности. Я думаю, что я, кстати, ещё повспоминаю какие-нибудь особенности и сниму второе такое же видео, вот, продолжение этого. Но пока всё, что я вспомнила, на данный момент я вам рассказала. Если вам понравилось видео, обязательно не забудьте поставить пальчик вверх. Спасибо, что посмотрели это видео. Всё вам самого хорошего, всё вам самого доброго. И пока-пока.